У меня немножко теряется вообще дар речи. Я буду подбадривать бегущих, идущих точнее. Как ни странно, утром я проснулся с хорошим настроением, даже учитывая, что какие-то вещи намокли. Каким гадостям я учу о китайских подростках, и сейчас я еду в Бентли. На обратном пути будет мясо, походу. Встретил свою подругу после учебы. И сейчас мы идем по улице, которая типа столовая этого учебного городка. Это просто улица кафешек, и они ходят сюда на обед. И после учебы также долгой все бегут сюда, и по дешевке покупают покушать. На самом деле, в этом плане можно позавидовать. Потому что, допустим, когда я учился в колледже, у нас была одна столовая, которая работала, фиг пойми как. Я выслался, отдохнул, доделал все свои делишки, построил примерный маршрут по Вьетнаму, и решил посмотреть несколько достопримечательностей в Чэнду. Сейчас я иду в сторону храма зеленой козы. Он такой довольно интересный. Сейчас там поснимаю походку. Уехал я от этого студенческого городка, где Леонтьяши живет где-то больше часа. Наверное, час двадцать. Долго, короче. Тоже довольно большой город. Наверное, как Питер, наверное. Ну, вот он, собственно, храм зеленой козы. Такой довольно интересный. Отличительная черта этого храма, что он, ну, не красного цвета. Это довольно редко в Китае. В основном все храмы, они как под копирку, все красные. А этот прям такой насыщенный, такого зеленого цвета. Красный все равно присутствует. Отчасти. Питер Питер А, я решил сходить в тростниковую хижину Фудуфу, да, так. И тут очень красивый парк, просто шикарнейший, такие прудики, дорожки кругом сделаны, люди гуляют. Да, но в этом парке, конечно, очень шикарно, такие тростниковые заросли, речушки. Пусть и грязные, но красиво все сделано. Деревья, вон клены посажены. Такие набережные сделаны, вон мостики арочные. Классно. По одной из самых старых улиц Чэнду. Здесь опять же сувенирные лавочки на каждом шагу. Много всякой чепухи. Ну, прикольно, туристам, наверное, нравится. Можно тут найти книжечков. А, окей. Ну что ж, беднякам тоже надо помогать. Мне же помогают музыканты. Я вчера вечером поставил палатку в парке. И ночью пошел, прям конкретный дождь такой зарядил. Вот, я, короче, благо был под листочками, еще не сильно вымок. Ну так, немножко подсырела палатка. Даже немножко затекло в палатку. Вот, ну, ничего. Как ни странно, утром я проснулся с хорошим настроением. Даже учитывая, что какие-то вещи намокли. Я не сильно расстроился. Вот, сейчас собрался. Даже на камеру кашу. И решил, что сгоняем питомник Фант. Я вчера выяснял, что здесь есть самый большой в мире питомник Фант. Поэтому, это стоит защищением. И я сейчас выдвигаюсь. Вон, конечные столики. В файер-фарках. Очень трудно, очень скользко. От травы, оказалось. Пыль всякая летит. Намокает и становится очень скользко. Красиво как. Я вам сейчас приколюху покажу. Видели где-нибудь, чтобы деревцам, которые загибаются, ставили капельницы? А их здесь ставят. Вот удобрение. Пакетик с удобрением. И сделана дырочка в дереве. И подпитывается, собственно, чтобы оно не загнулось. Я в шоке. А я на пути в питомник Пант. Осталось поймать один автобус. Меня не пустили в метро. Из-за того, что нашли у меня... Ну, типа, на этом... На ленту я запустил рюкзак. И нашли у меня, типа, газовый баллон. Хотя я с ним уже, там, не знаю, сколько раз я в метро катался. А тут они такие, не-не-не-не-не, типа, это опасно. Ну, я побесился, конечно, но пошел на автобус сел и все. Ну все, я взял билет в Панда парк. Все? Все. Тут все прям просто помешаны на пандах. Панды повсюду. Ну, пока только изображение. Я иду и что-то не могу найти. Где они? Где сами пандаты? Что-то непонятно. Смотрите, какой медвежатина. Дела свои делает, правда. Они в самый лучший момент мы его снимать начали. Они борются. Прямо для острова, не знаю, что они видят. Они билет, которые его снимают. Они передают разрушу. Они были придуманы. Они билет,ers там. Это паркнез. Вон они вообще там так барагозят, один там ветки рвёт во всё, вон второй валяется на спине, третий на дерево полез. Грибочек нашёл. А, нет, я бочка кусок. Ай, молодец, хомячный. Не, ну неплохо, да. Панды действительно забавные. Такие они просто медвежатины, переваливаются с бока на бок, по веткам по этим карабкаются. Так лениво, главное, всё делают. Забавно. И красные панды, я вообще не знал, что красные панды бывают. Вот. И парк вообще в целом очень красивый. Бамбуковые рощи. Кругом бамбук растёт. Каким гадостям я учу китайских подростков? Устанавливаю им YouTube VPN-блокировщик. Всё, чтобы обойти местные блокировки сайта. Вот. Ну, надеюсь, всё получится. И мы найдём, так скажем, общий язык через Instagram и, типа, дам доступ на YouTube-канальчик. Я покидаю Чэнду. Я встретился с Льян Тяши напоследок. Посидели, попили чайку. И двигаюсь на юг Китая, дабы делать визу в Вьетнам. Через неделю буду в Вьетнаме. Доброе утречко. Я, значит, выспался. И пошёл ставить машину в сторону города Лошань. Это город, где находится самый большой Будда в мире. Статуя Будда. Вышёл на трассу. Ко мне сразу же подошли копы и говорят, что, типа, у тебя ничего не получится застопить. Типа, вписывать мне, мы тебя никуда не будем, ни в какие автобусы машины. Ну, я просто пошёл там, встал перед шлагбаумом и бешеный поток просто шёл. Я просто стоял и стопил. Ну, на шар. И сейчас я еду в Бентли. В Бентли. Мы тоже. Ни хао Ни хао и хотели мне еще такси вызвать, но я уже говорю, не, не на автобусе доеду вообще день прям начался классно я сейчас почопаю в сторону парка, где находится памятник самый большой памятник Будде вот и в принципе это была главная цель сегодняшнего дня и я ее почти выполнил осталось автобус найти чистая река но непонятно что за смог вообще ни фига не видно вон рыбаки что-то ловят Михаил а прям куча рыбаков я ближе к Вьетнаму и начинают появляться каноэ вон там рыбаки с сетками фигачат на лодках на узких на таких в автобусе я ехал сейчас вообще такой он классный прям прям как в старых фильмах китайских кайф я приехал в парк Будды сейчас пойду смотрю я я я у меня немножко теряется вообще дар речи в связи с последними событиями я собственно приехал в парк Большого Будды подхожу к нему и вижу то что здесь готовится стартовый городок для забега типа как я сейчас короче буду пытаться вписаться не знаю как правда но попробовать стоит я короче не знаю в общем мне сказали что забег будет уже сегодня и типа вообще нет никакого варианта зарегистрироваться просто слезки кучку смотрю на вот эту всю движуху и прям сердечко кровью обливается забег к Китаю почему я не мог нигде найти информации никакой по поводу него ну и куда тут идти наверное прямо или сюда по моему за 80 баксов меня должны были тут на руках нести просто это самое дорогое куда я ходил провинциальный городок на секундочку ой да хоть рюкзак у них оставил ну ладно будем надеяться что это реально того стоит что тут есть водопад с фрудиком с золотыми рыбками уже что-то а еще в билете я сейчас увидел что у меня написано 40 юаней а с меня взяли 80 на обратном пути будет мясо походу ну да не плохо размер нормальный что-то там все вниз спускаются наверно оттуда можно посмотреть получше а а я на парк действительно стоящий даже ладно так и быть не жалко отдать 8 соток за него весь аккуратненький весь цветах в зелени чистенький и есть что посмотреть где погулять правда вся архитектура какая-то в Китае довольно одинаковая у меня вот есть необычная способность я умею находить дороги которых не ну по которым вообще никто вообще не ходит и вот даже на территории этого парка дорога она даже не подметается мусор в урнах уже там небось больше месяца лежит и все памятники статуи все в пыли все такое подзаброшенное здесь ламы вообще устроили свалку ну может не лама конечно кто-то видимо при дворе вот этого храма и туристов здесь нет и один гуляю такой еще я подумал что надо немножко мне приостановиться с развлекательными мероприятиями посещениями потому что что-то по деньгам я просел вообще конкретно сейчас уже на визу в Вьетнам не хватает так что получается вот здесь вот сходил парк Будды сейчас еще схожу пофоткаю его он красиво как и пока приторможу в Куньми не надо прям заморочиться поработать дабы не изголодать в Куньми так и в Куньми здесь в Куньми в Куньми в Куньми Вот, я добрался до Будды, до его подножия. Да, он реально здоров. Всё одно интересное сооружение, таких раньше не видел, не мог обойти стороной. Очень красиво. Прямо вверх так идёт, квадратные изгибы идут, и опять-таки никого здесь нет. Всем лень просто подниматься на него, там ступенек просто выше крыши. Люди очень ленивые стали или были, такие и остались. Я сейчас заобщался с волонтёром в стартовом городке, я всё-таки, да, я пошёл обратно в стартовый городок в надежде, что я как-то смогу принять участие. И, да, чё-то я тупанул, вон, написано же National Race Walking Championship. Walking. Это ходьба, а не забег. Короче, просто, типа, народ будет заниматься завтра ходьбой спортивной. И прям у меня как с души сняло всё, типа, бог с ним. Я ничего не теряю. Просто замечательно. Фух. Теперь просто жду своего вьетнамского забега. И не парюсь, не расстраиваюсь. На самом деле, я очень рад, что вернулся и узнал, что я ничего не потерял. Я тут подумал. Я-то всё время бегаю на соревнованиях, участвую в забегах. И тут как бы не сложилось, я всё, я такой сваливаю, типа. А чё бы мне не поработать-то волонтёром, поймал я себя на мысли. Собственно, волонтёры есть на всех соревнованиях, а я никогда не был волонтёром. И поэтому я всё сделал. Короче, завтра я помогу в стартовом городке. Возможно, я буду подбадривать бегущих, идущих точнее. Я буду играть на гитаре, кричать им, типа, давай, Вася! Вот, я думаю, что я не пожалею, я познакомился уже с несколькими волонтёрами, с прикольными ребятами. Вот, довольно масштабное событие, и завтра тут будет много известных атлетов. Я пока не знаю, каких, правда, я не успел это выяснить. Но мне сказали, что довольно известные люди будут. Вот, и да, завтра я проведу денёчек здесь. Продолжение следует...